ребят всем привет меня зовут давид вы находитесь на youtube канале арт стайл солнечный летний денек птички чудо ребенок рядом играет сын мой классно и настроение сделать обзор если честно я только что вот все это проговорил ну чуть по-другому а микрофон взял да вытащился и звук записался только на камеру переснимая обзор но вы об этом не знаете знаю я ладно меньше слов меньше воды больше дела gotway я прекрасно знаю эту фирму потому что владел и собственно колесом m super v3 третья версия и тестировал m super x который мне в бар ну не то что вообще не понравился он наверное был бракованный он у меня не ехал туда куда заезжали менее мощные колеса не знаю почему так но я от вас как есть рассказываю не утаиваю это колесо оставляет у меня крайне сложные впечатления в процессе обзора я даже наверно буду немножко ругаться и ну не матом конечно но какие-то вещи вызвали мою недоумение просто как так другой стороны это первое колесо которое я из моно колес тестировал тестировал я разный у меня у самого были и слон king song то есть 18 а плюс при том я на нем до сих пор катаюсь ашка которая а версия плюс 1200 ватт у меня было и 16 с самая по-моему знаменитой в мире вообще колесо king song с низкими педалями но прикольное что на зима у меня был in motion v8 я катался как сейчас понимаю на всякой дряни нам ну на дрянных колесах начинал я прошел такой большой путь я сменил шесть или семь колес уже забыл путать периодически что у меня первые были дрянные реально как сейчас понимаю но я в них более-менее разбираюсь умею кататься и я не пенс не пенсионер с удивлением узнал мне нравится это слово пенс моноколесника за человека который ездит очень аккуратно не сила возраста не падает не разгоняется но я объясню как я катаюсь чуть позже ладно готовы и моноколесники кто разбирается я прекрасно знаю есть чаты ватсап группы телеграм есть форумы моноколесные вот эти электротранспорта есть много всего и конечно ребят которые вы разбираетесь вы понимаете это конечно предсерийный образец у него другие педали здесь ручка еще с кнопкой ну давайте по порядку но я все равно вот это предсерийный образец но в нем есть вещи которые меня просто как будто шаг назад готовы сделал давайте же вместе разберемся я рассказываю как есть вот реально ничего не придумываю не утаиваю первое внешний вид колесо глянцевая колесо собственно считается что она вот здесь пыльная все вот протирал недавно блин пыль собирает колесо и с фонариком посветить да в принципе там видно лампочку контроллер особенно в темноте и вроде как она полупрозрачная на самом деле это тоже какая-то фигня потому что особого смысла в этом нет внутренностей в принципе не видно даже если фонарем туда светить колесо с педалями как я понимаю на серийном образце они будут другие здесь они шершавые ну на мой взгляд они удобные хотя я катался на разных колесах мне и на готовых на им супер к педали нравились я ничего про них плохого не скажу и здесь они их напоминать единственно они теперь не так сильно загнуты под углом корпуса более по горизонтали удобные ничего не скажу плохого подушек нет возможно на серийном образце будут какие-то подушки не знаю честно говоря самое прикольное что появилась это подсветка кто-то скажет да ну попса фигня ребят но я сторонник подсветки не знаю что хочется покичиться сказать как я на таком колесе крутом езжу понтовым ну бред конечно нет но вас просто лучше видно потому что понятно что здесь есть при том надпись got way это стоп-сигнал спереди есть фонарь он в режиме стробоскопа работает но это подсветка на вас на дороге сильно выделяет не дай бог вы где-то едете своими делами занимаетесь руки свободны сколько раз у меня было едешь никого нет телефонный звонок ответил что-то и едешь темноте ну просто ты тупо тебя видно не дай бог чего вот подсветка она нужна именно в темное время суток сильно темно тебя издалека будет видно и сбоку и спереди попытался объяснить свое мнение мне действительно подсветка нравится появилась ручка колхозная день ручка ручка появилась сейчас они расскажу появилась стоп колеса как он называется кнопка останавливающая мотор ну блин ребят я пользовался ношен в 8 вот у этого кстати не хватало сильно и там она была хорошая обычная кнопочка здесь же какой-то дикий колхоз как будто это собрались старшеклассники не в обиду старшеклассником я сам был старшеклассником я веду что уровень не ребята которые делают колеса которые не могут ну или не хотят делать не японцы не американцы не немцы не кто-то еще а китайцы это же их продукт разработка все но сделать такой колхоз там видны провода и здесь такая большая ручка как их не спрятать куда-то вне моего понимания если на серийном образце они остались это просто дико это дико надеюсь их все-таки как-то убрали пластина потом именно пластина почему я говорю уровень кого-то в школе старшеклассники сделали из того что было в не знаю там пластина но свою функцию она выполняет колесо тяжелая выполнять то есть ну поднимаешь блокируешь мотор удобно перенести небольшие препятствия по лестнице но переходим к ручке я знаю и ребята мне дали это колесо из эко-дрифта они продают готовы и они сказали что ручку многие критиковали я не понимаю кто зачем почему ее критиковали объясните мне честно она на мой взгляд удобная объясню я высокого роста метр девяносто два и я достаточно тяжелый еще кстати там где-то килограмм сто восемь сейчас реже под мой рост конечно я чуть запускаю но мне удобно и по сравнению с предыдущими готовыми небо и земля потому что на им супер в 3 ручка была неудобно и чуть-чуть чуть зазевался тебе в сторону его тянет вы какие-то в магазине там просто вот у меня было в продуктовом супермаркете к резину ждет жесть конечно ну не жесть но мне по сравнению с этим хорошо что она там есть конечно она неудобно было здесь удобно и мне удобно никаких претензий место одной рукой и конечно не достать может быть в этом из-за этого критиковали короче готовые переделывают но она хорошо что есть без нее тяжело вот на слоне на своем я конечно неудобно когда идешь переход метро какой-нибудь хоть и сильный здоровый но все равно уже задалбываешься иногда таскать здесь ручка удобно ладно внешний вид почти закончил отмечу что фонарь включается разумеется нажатием на кнопку несколько раз и подсветка включается выключается и фонарь и режим стебоскопа есть зарядный блок собственно 4 пиновый я бы конечно наверно предпочел более удобный нам тоже придираться не буду просто это как я понимаю устаревший собственно разъем для подключения usb гаджеты заряжать и что еще тут ну и сама кнопка включения и фонарь брызговичков нет колесо заточено в одну сторону ехать то есть ну можно на другую тоже но фонарь с одной стороны брызговичков нет дождя нет я бы покатался с удовольствием рассказал но дождик не прошел но брызгать скорее всего будет здесь такие микро брызговички ладно собственно по езде потом расскажу про приложение еще что не понравилось вообще хочется отметить что готовые в этом году конечно они до этого ну моноколесики знают готовые вроде как я понимаю считалось это скорость мощь в этом году они и тут тебе и стоп сигнал и добавили стоп мотор кнопку и сделали это собственно подсветку и динамики поставили ну конечно я же нашел несколько версий даже по моим приложения на три разных android телефона скачал все определяется педали ставишь мягкий средний жесткий конечно я катаюсь только на жестком только хардкор ограничение скорости там 48 педали уже поднимает по умолчанию стоит но звук я так и не смог подключить неудачно сверлить начали блин что не нравится это просто какая-то жесть понимая что это в предсерийный образец но все-таки колесо вибрирует когда просто не по но стоит так быть не должно у меня было несколько разных колес я тестировал колеса это самое такое как будто там дикий зверь внутри спрятан вырваться хочет наружу ну мощность большая понятно но так быть не должно второе хруст хрустит что-то внутри периодически и это стремно потому что ты же на нем разгоняешься тем более если ты большой и тяжелый блин извините конечно случае не ту 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 как говорится падать насколько серьезно поэтому я на этом колесе больше 33 или 34 я разгоняться не стал тупо стремно реально 3 подумайте что специально взялся что-ли в ругать сейчас но я рассказываю как есть это правда предсерийный образец но все-таки немножко запаздывает на реакцию и это первое колесо я не то что трюки люблю делать но я люблю кататься на пятачках даже иногда погонять люблю ну погонять не 50 до 50 скорость нет мне хватает 33 34 мне отлично мне хватает этой скорости правом весе и росте самое главное что не понравилось оно как будто запаздывает я несколько раз чуть не упал и мне это впервые на колесе есть нечто таких дешманских мне руки для равновесия я расставил интуитивно я даже на камеру когда снимал понял что я не просто для красоты а это реально дичь так быть не должно это это нехорошо другой стороны другой стороны когда ты едешь на нем ощущение от езды хорошее ты получаешь удовольствие то есть оно другое чем от кинсонга другое чем от инмоушена но едешь нормально покрышка широкая я кстати не сказал бы что она так хорошо удобно я конечно еще зло потестирую это за 10 от найт бы то там тоже широкая покрышка еще шире по моему есть окончательно пойму стоит ли мне будущее колесо брать на широкой покрышки или нет пока же не могу сказать что это большой плюс как-то по-другому все и возможно надо привыкать как-то странно она себя ведет когда я с бордюров небольших спрыгиваю возможно но это дело не в том что колесо мало подкачано или много но ощущение от покрышки несколько другие ладно несколько под затянул но надеюсь просто те кто смотрят такие же моноглёстники какие люди которые катаются для которых это средство реально передвижение по городу с собой можно в багажник машины кинуть в автобус маршрутку вывод колесо тяжелое колесо неудобно нести в одной руке и не только из-за тяжести ручка просто она здесь вся широкая ну хотя ладно ручка есть большая имею ввиду все-таки она хорошая не знаю как это работает но то что меня есть кроме того что одной рукой и не поднять мне это не нравится в остальном она меня устраивает очень хорошо удобно и колесо реально огромное для 17 даже дюймов тяжелая но тут батарейка поэтому чё грешить батарейка извините большая реально не убиваемая не нравится совершенно как себя ведет на маленькие скоростях когда просто не спеша катаюсь не нравится хруст мне на этом колесе не хочется разгоняться не нравится провод извините еще раз придираюсь ну это как 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 в таком дорогой вещи непонятно не нравится то что педали ногой нельзя просто откинуть как я на других моноколесах делаю как я делал здесь этого не сделаешь ну да ладно их надеюсь заменят а нравится ну мощь проблем нет в горку большую тянет мощи хватает совершенно никаких проблем с этим колесом нет то что когда и не было с этот моим м супер в 3 но когда я взял на тест x там была какая-то лажа возможно она была бракована но она не тянула меня там где тянули меня реально колеса я от вас не утаиваю и не хвалю и специально не придумываю минусы все как есть рассказывая но сейчас тимур сейчас пойдем дать ему все заканчиваю дам денег сейчас минутку да сейчас пойдем сейчас тихо короче заканчиваю я с этим колесом ну конечно больше минусов в нем я нашел я надеюсь что это предсерийный образец и в серийном уже такого не будет но не знаю на мой взгляд когда даешь предсерийный образец людям которые продавать твой товар будут на данном случае к дрифту и как я понимаю его далее то она должна быть вылезана да идеально вообще должно быть а здесь мы видим и это не так это не так это и это это и на нем и разгоняться то не хочется ну опять же очень вас прошу люди которые катаются как и я оставьте небольшой отзыв хотите оставьте ссылку где вы писали на форуме а сапки оставьте ссылку на чат на группы telegram всего там ватсапа если что-то в спам попадет я зайду нажму кнопку публикуется это youtube может спам напишите потому что те кто смотрит на это колесо купить не купить мой совет один тут даже думать нечего однозначно попробуйте покататься на нем как зайдет потому что очень своеобразная и если все и серийном образце осталось так то это однозначно просто будет шаг назад ладно следующий обзор у меня будут на зло на nightbat z10 зло его называют очень хочу его покататься на нем ось с прошлого года хочу но не получилось нигде его найти в этом году обещали дадут мне на тест и сделаю обзор на in motion v10f ну и возможно еще на что-нибудь самокат и обзор опять же будет на разные ладно как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны ставьте лайк я сниму еще обзор как я катаюсь на колесе ну на ком другом покатаюсь на нем активно и сниму еще блок какие плюсы и минусы вообще езды на моноколесе а на этом у меня все счастливо а